Праздник для детей и взрослых. Новая цирковая программа «Ореолос» приглашает зрителей в увлекательный межгалактический полет. На манеже сменят друг друга веселые клоуны, гимнасты, бесстрашные акробаты и экзотические дрессированные животные. Ивановцы увидели поистине мировую премьеру. Первое представление состоялось в субботу. Держать зрителя в напряжении все два часа нелегко, но цирковые справились. За счет высококлассного оборудования, авторской музыки и, конечно, безупречного таланта артистов. На то, чтобы притворить идею в жизнь, цирковому коллективу потребовался целый год. Это вот то, что сегодня необходимо зрителю. Я думаю, что мы будем иметь с этим проектом большой успех. И сегодняшний зритель нам это, наверное, покажет, Ивановский. И очень приятно, что именно в Иваново мы стартуем. Вместе с артистами зрители поднимаются на космический корабль. Футуристичные костюмы, лазерное сопровождение и оригинальные декорации создают атмосферу межпланетного полета. Манеж наполняется представителями цивилизаций из разных галактик и созвездий. Никогда еще ивановцы не были так близки к Сатурну, Венере и туманности Андромеды. Цирк новый стал, интересный. Здесь приятно находиться. А это премьера мировая, как мы слышали. То есть здесь ожидаем очень много интересного, эффектного. И пришли все семьей. Пусть удивят. В прошлый раз меня удивили. Когда было шоу «Воды и огня», я была удивлена. Приятно. Надеюсь, в этот раз буду удивлена. Цирк – это как-то, не знаю, какой-то запах детства. Не знаю, поэтому ребенка привела. Каждый раз сюда приходим, очень нравится. Поэтому это как-то запах такого действительно детства. Ореолос, уверены авторы программы, понравится и взрослым, и детям. В повествовании вплетаются как сложные с точки зрения исполнения цирковые номера, так и развлекательные клоунские забавы. Не обошлось и без традиционного обливания зрителей из водных пистолетов. Это не совсем шоу, это цирковая мистерия, это спектакль, где действие идет от начала до конца, где есть персонажи, герои, добрые, не очень добрые. И существует идея вечной любви, стремление человечества, так сказать, именно наполнить всю вселенную любовью. Над музыкой работал приглашенный композитор из Германии. За несколько месяцев Артур Бутаев написал 22 произведения. Сильная эпическая музыка органично дополняет грандиозную космическую сагу. Мы вот как-то ориентировались на какие-то Лас-Вегасные постановки, Голливуд немножко, да, немножко Дюссалей, цирк, который является законодательным модом сейчас в мире. Особенность музыки в том, что она тонко проникает в зрителю, и зритель не может, вот он смотрит, смотрит, и музыка добивает его просто окончательно, потому что действительно музыка очень хорошая, она очень красивая, она необычная. В цирковой постановке задействовано более 70 человек. Своё мастерство демонстрируют воздушные гимнасты, акробаты и наездники. Для исполнения этого номера требуется не только серьёзная подготовка, но и правильный манеж. Диаметр Ивановского соответствует мировым стандартам – 13 метров. Это необходимо, чтобы спина лошади постоянно находилась под одним углом к центру манежа. Я преподношу Пегаса, это летающий конь на железных крыльях. Он будет со мной танцевать, я буду его объезжать. То есть это такая дикая амазонка, которая создаёт атмосферу острова, на котором находятся, короче, летающие кони и так далее. Купить билет на борт межпланетного корабля и ощутить волшебство нового циркового шоу «Ивановцы» смогут до 15 октября. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.